О творчестве Виктора Михайловича Васнецова В картине «Аленушка» отразилась глубокая поэтичность русской народной сказки. Она совсем одна в дремучем лесу, полном таинственных звуков и шорохов, пригорюнилась, присела на камень у черного пруда и в тяжелом безысходном горе обхватила тонкими руками колени. Окружающая природа застыла, деревья и травы стоят неподвижны, как будто скорбят вместе с ней. Впервые в русской живописи поэтичность народной сказки слилась воедино с красотой русской природы. От картины «Иван-Царевич на сером волке» невозможно оторвать взора, она притягивает и завораживает. Этот дремучий лес полон чудовищ и злых духов, деревья-великаны скрывают страшные тайны. Может быть, это заколдованные бюгатыри или лешие, стремящиеся удержать беглецов. Серый волк в мощном прыжке устремился вперед. И веришь, он преодолеет любые трудности и выполнит тот договор, который заключил с царевичем. Иван-Царевич уверенно сидит на могучей стене волка, крепко обнимает спасенную царевну. Она испуганна, боится смотреть по сторонам, но надеется на своего спасителя и защитника. Мы вместе с героями картины верим в их счастливое возвращение, ведь там впереди они видят свет, конец опасного путешествия. Жизнеутверждающую силу, добра и любви и красоты, преданности изобразил Воснецов на своей картине. Картина «Спящая царевна» переносит нас в самую настоящую сказку. Яркие и сочные краски только подчеркивают необычность происходящего перед нами. Расписной терем, медведь и павлины, шут и молодой гусляр, изумрудная зелень лесов – все это похоже на детский радостный сон. Так и есть, мы застали как раз в то мгновение, когда царевна уколола палец веретеном, и сбылось грозное предсказание. Заснула не только девушка, но и все огромное царство. Люди, птицы, звери, цветы и деревья – все спят. Кажется, ни один ветерок не смеет потревожить заколдованный дворец, ни один звук сюда не донесется. Очень живописно удалось передать Воснецову расслабленные позы спящих, а как разнообразны непохожие их лица. В каждом лице свой характер. В картине «Ковер-самолет» Воснецов изобразил героя русских сказок Иванушку, свободно летящим над просторами Родины. Сказочная жар-птица – символ могущества и счастья человека, находится в его власти, в его руках. Нежный и тонкий образ народной фантазии получил в картине художника проникновенное, поэтическое, изобразительное решение. Гордый молодец с ковра самолета смотрит на расстилающиеся внизу просторы русской земли. Небросская северная природа послужила художнику фоном для картины. Сверкают реки, озера, темной стеной стоит лес. Сопровождают ковер огромные птицы. Ярким огнем горит в клетке пойманная героем жар-птица. О мудрости, силе, ловкости народной рассказывает это полотно. Давайте перенесемся на многие лета назад. В большой просторной избе из толстых бревен, деревянными толстыми плахами пола, перед широкой аркой окна, на широкой прочной лавке сидят трое певцов-монахов. И в согласный лад увлеченно поют, опустив глаза на гусли и мысленно воспроизведя картины былого, перебирают правыми руками струны. Льется неторопливая плавная мелодия. В песнях восторженная и печальная о просторе русской земли, полях, лугах, истории жизни и событий, жителях теремов и иск, о светлых небесах прошлого и о тучах, скопившихся над головами современников и угасающих надеждах на возврат к лучшим временам. Богатыри. Эта картина Васнецова по-настоящему народный шедевр. Широко, раздольно простерлось поле, гудит вольный ветер в ковыльной степи. Высоко в летнем полуденном небе неспешно и гордо плывут струги облаков. Орлы сторожат курганы. Фигуры богатырей, расположенные на первом плане, словно вырастая из камня, свидетельствуют о неразрывной связи героев со своей родиной. Спокойный, дружелюбный богатырей. Общее впечатление картина оставляет радостное, благодаря насыщенным цветам, светлым краскам, которые выбрал художник. Картина «Витязь на распутье» Васнецова среди знакомых с детства образов. Воин остановился, решая, какую выбрать дорогу. Поступить ли как правильно, или же как лучше, как удобнее, как логичнее, как надежнее, как выгоднее, как безопаснее? Радник не торопится свернуть на манящую за собой набитую тропинку, что сворачивает в сторону. Он знает, правильно было бы ехать прямо, по нехоженной целине, но плата за такой выбор никогда не будет дешевле, чем собственная жизнь. Произведение характерно для Васнецовского метода, соединяющего в одном поэтическом образе фольклорную фантастику и совершенно реалистические детали. Иван Яковлевич Билибин В его творчестве отразились два, на первый взгляд, не связанные между собой явления отечественной художественной культуры конца XIX – начала XX века. Увлечение национальной стариной и становление книжной графики, как специфического вида искусства. Особое внимание Билибин уделял орнаментам, которыми украшал и страницы книги, и сами иллюстрации, придавая им неповторимое своеобразие. Иллюстрации Билибина изумляют продуманностью каждого фрагмента. Сочетанием декоративных элементов, узоров с фантастическими образами, сюжетными картинами, иллюстрации художника отличаются четкостью контур фигур персонажей – леса, полей, рек, неба, деревья. В иллюстрациях любовно передается дух седой старины, который художник воскрешает в каждой детали. С исключительной тщательностью и достоверностью вырисовывают он узоры тканей, детали древней архитектуры, отделку всевозможных каптанов, шуб, душегреек, платков, обуви, шитых золотом сарафанов. Субтитры создавал DimaTorzok